Дорогая невеста, связанная с землей обетованной. Добрый день, сегодня 31 декабря 2022 года, последний день года. Мы встречаем Новый год, и это так волнующе, потому что у нас есть еще одно письмо от брата Джозефа Бранхама, из Кинии Бранхама, Джефферсон Вилли, штат Индиана. Вот брат Джозеф Бранхам. Дорогая невеста, земли обетованной. Что произойдет в этом Новом году? Невеста подготовила себя, оставаясь со словом. Мы приняли причастие, применили знак к нашим домочадцам и запечатали себя истинным подтвержденным словом. Мы не пошли на компромисс, но сохранили себя девственницами истинного голоса Божьего. Какое славное время мы живем. Это время, о котором мечтали все пророки. Этот самый час. Мы знаем по природе, что церковь готовится к уходу. Приближаются последние часы закрытия, и мы быстро уходим в вечность. Мы должны оставаться в строю и не сводить глаз с Божьего обеспеченного пути для нашего дня. Его Слово, Его Пророк, который является Словом для нашего дня. Как Он привел сюда Христа? По слову пророков. Так ли это? Как Он приведет сюда Свою невесту? По слову пророков. То может быть сделано. То должно быть сделано. Он сказал нам, что мы должны делать. Посоветоваться с пророком, с Библией, где мы не можем ни добавить к ней, ни отнять от нее. Если мы это сделаем, Бог заберет нас из книги жизни. Час уже слишком поздний. Мы должны быть в Его совершенной воле, чтобы быть Его невестой. Мы никогда не хотим оказать Богу услугу, не будучи Его волей. Как бы хорошо это ни звучало, Бог дал обещание, как Он собирается сделать это сегодня. Бог сказал об этом прямо здесь, в Своем Слове. Как Он это сделает? Как Он заберет Свою невесту? По слову. Не по новой телеге. Не по идее какого-то теолога, но в соответствии со Своим Словом. Он определит ее. Не добавляй ничего к ней и не отнимай ничего от нее сейчас. Оставь ее такой, какая она есть. Видишь? Для некоторых людей это может быть так запутано. Ведь есть так много помазанных пророков, говорящих, какова воля Господа на сегодня. Они говорят, это неправильно проигрывать кассеты в церкви. Брат Бранком никогда такого не говорил. Служение сейчас важнее. Это Богом предусмотренный путь на сегодня. Оставайся со Своим пастором. Значит, слушать кассеты можно, но не в церкви. Мы не должны верить каждому слову на кассетах только тому, что Святой Дух говорит нам, что является словом. А что нет? Слушание служения усовершенствует невесту. Если я не останусь со своим пастором, я не смогу быть невестой? Если я просто слушаю кассеты, то я вне совершенной воли Божьей, каждый верующий хочет делать то, что правильно, и быть в совершенной воле Бога. Никто не хочет поступать неправильно или быть Его вседозволенной волей. Должен быть правильный и верный путь. Каких служителей мы должны слушать? Всех? Должны ли мы проверять то, что они говорят, как Слово, когда мы возвращаемся домой, прослушивая записи, или мы должны просто верить им на Слово? Кто тогда является абсолютом? Слово нашего пастора или то, что Брат Бранксом сказал на кассете? Они должны проповедовать Слово. Аминь. Они должны держать Слово перед людьми. Аминь. Но они не должны занимать место Божьего Пророка. Они не более важны, чем Божий голос, получивший подтверждение. Аминь. Они могут говорить только то, что записано на пленках. Аминь. Аминь. Это абсолют невесты. Вот твои пять обязательных условий. Все должно быть именно так. Его время, его сезон, когда он сказал, что это будет и человек, которого он избрал и это должно прийти к пророку и пророк должен быть виндицированным пророком я не пытаюсь осудить служение или сказать, что им нет места Боже упаси я просто говорю, что воспроизведение голоса Божьего на кассетах для людей это самое важное что должно делать служение то, что говорю я или говорит служитель или даже светский член служения должно быть слово в слово тем, кто сказал Божий пророк мне неприятно что ты сердишься на меня и думаешь, что я против твоего пастора это не то, что у меня в сердце я просто хочу, чтобы невеста объединилась вместе с единственным вокруг чего мы можем объединиться вокруг этого послания во время такого разделения смятения, разногласий между людьми я верю, что это послание которое мы услышим в воскресенье является одним из самых важных посланий для нашего дня давай откроем наши сердца и посмотрим кто Бог говорит в церкви людям на кассетах и людям на подхвате по всем народам прежде чем мы сможем войти в землю обетования есть кое-что что мы должны сделать голос Божий хочет чтобы мы слушали очень внимательно и не проваливались чтобы понять что он говорит он сказал точно так же как когда Моисей говорил с Израилем после того как он был оправдан Богом и огненным столбом и знал что он доказал что является Божьим плугой чтобы вывести их но прежде чем они вошли в землю он сказал им я призываю небо и землю свидетели против вас не прибавляйте ничего к тому что я сказал и не отнимайте от этого ни одного слова так говорю и я во имя Иисуса Христа не добавляйте ничего не берите не вкладывайте в это свои собственные идеи вы просто говорите то что сказано на этих записях вы просто делайте именно то что повелел делать Господь Бог ничего не добавляйте к этому это наш Господь Бог повелевает нам то мы можем говорить только то что сказано на пленках мы не можем добавлять отнимать подставлять свои идеи мысли или интерпретации просто говори то что сказано на пленках если ты веришь что что эти слова сказанные Божьим пророком являются истиной то как может pressing play не быть самым важным то может делать невеста как он опознал его когда он пришел по человеку с духом или на нем вышедшему из пустыни как он опознает свою невесту он обещал в Малахии 4 то же самое прежде чем он уничтожит землю как это было во дни Содома дорогая невеста земли обетованной у тебя есть истинное откровение ты находишься в совершенной Божьей воле ты осознал кто ты есть ты участвуешь в Божьей программе нажав кнопку play ты слова ты часть жениха слава какой способ начать новый год невесты объединились вместе следуя Божьему повелению нажимая на кнопку play приходи подготовиться к вознесению вместе с нами в воскресенье 12.00 по времени Джефферсон Вилля когда мы будем слушать проповедь попытка оказать услугу Богу не будучи волей Божьей 65.07.18 брать Джозеф Бранхам священное писание для чтения перед прослушиванием книга второзакония 4 глава 1 по 4 стих 4 глава 25 по 6 стих книга книга 1 Паральпоменон 13 глава книга 1 Паральпоменон 15 глава 15 стих книга Псалмы 22 Евангелие Святого Марка 7 глава 7 стих 1 Паральпоменон 2 Паральпоменон И до следующего года И до благословит тебя Бог и шалом Субтитры создавал DimaTorzok